здравствуйте туристы и милитаристы во первых строках своего письма пускай с опозданием но краснофлотцы поздравляю вас с вашим профессиональным праздником как говорится 7 футов под килем и чтобы всегда всегда и всех родные вас дожидались домой с праздником ребят сразу хочу сказать видео совершенно не на живое будет такой ленивый формат ppr надеюсь что будет недолго но там как посмотрим я даже так как-то так присяду поудобнее может быть а пойду присяду с другой стороны прошу прощения за некую одышку потому что но мало того что отпуск меня здесь кормят реально как на убой просто как на убой плюс еще такой момент что буквально вот сейчас я встал из-за стола попытались меня убить неким количеством косули приготовленной столь дивно что это просто какой-то кошмар на самом деле хапчик здесь это вообще отдельная история расскажу как-нибудь уже рассказывал и повторюсь так что вот я здесь сейчас на задворках опять же прошу прощения за свет свет сейчас будет потихоньку падать потому что уже вечер был долгий насыщенный жаркий день сразу скажу те те кто кипишует по поводу того что с каналом что это за люди почему там что это вообще за там картошка брус там канат и прочее а будут ли ножевые видео и так далее я объясню на всякий случай ребят я в отпуске отпуск к сожалению в каком-то уже обозримом будущем заканчивается приеду в таллинн меня там ждут замечательные новые ножи то есть будут обязательно какие-то обзоры будут обязательно все как обычно тестировать здесь тестировать у меня сейчас не получается как раньше просто потому что ну не не стыкуются не получается просто может быть завтра выберемся мы завтра поеду решили в этом году проэкспериментировать и привезу я в эстонию для тестов не березу хотя березы может быть тоже наберу чуть-чуть основное дерево будет клен клен по сути тоже довольно крепкая деревяшка то есть мне интересно плюс у меня конечно же целый ящик деревяшек все еще из израиля поэтому планы очень героические в плане тестов значит что еще еще хотел сказать что огромное спасибо тем кто не я кто участвует в зарубе чистит картошку строгает брус режет канат особенно огромное спасибо тем кто снимает в свободной номинации ролики но потому что мало того что с моей стороны реально респект и уважуха то что вы поддерживаете это движение поддерживаете все это вместе плюс без балды вы и мне помогаете тоже ребята лично почему потому что уже как-то я привык и все привыкли что на канале архадыр каждое утро там новый ролик и так далее сейчас я откровенно не тяну по времени просто не тяну отпуск захлестнул причем я меня это совершенно не парит потому что я действительно наслаждаюсь этим отпуском я в этом году наслаждаюсь по полной потому что это прям реально мое место силы я здесь под заряжаюсь на весь год в прошлом году как мне не было замечательно в литве тот отпуск даже близко не стоял то есть я два года с учетом короны с учетом того что работать там выросла в разы и прочее прочее с учетом всех этих моментов плюс в этом году к сожалению у меня короткий отпуск обычные отдыхая чуть больше месяца в этом году опять же по разным там обстоятельства у меня вышло всего две недели и вот все две недели я провожу здесь чуть больше буквально вот поэтому то есть все будет будут обзоры будет все все нормально за зарубные ролики ребята действительно респект уважуха и огромное спасибо то есть сейчас я вот сниму будет ли завтра что-нибудь скорее всего кино не будет потому что пока ну пока ничего посмотрим так буквально совершенно спонтанно случайно родилась мысль поэтому если там сейчас что-нибудь будет внутри меня компрометирующие или там что-то может быть грязное там или дырявые носки там или еще что-то прошу прощения рассказываю вам про свою сумку которую я называю гараж любя именно так даже не так правильнее назвать будет гараж потому что это это такой именно собирательный образ это такой мой склад сумка это со мной уже я хрен знает сколько лет очень много очень долго это совершенно беспонтовый и неудобный мессенджер бэк от national geographic и она категорически неудобно это просто отвратительная сумка поэтому я ее использую исключительно для перевозки в автомобиле в крайнем случае я ее беру куда-то переношу из пункта а в пункт б ставлю то есть никаких никаких здесь то есть с моими туристическими сумками это близко даже рядом не стояло на месте этой сумки могла быть любая другая авоська и ничего бы не изменилось по сути то есть это просто некий собирательный образ повторюсь с точки зрения здравого смысла и поюза сумка полное говно ни в коем случае себе такую не берите вот в чем прикол этой сумки в том что в ней постоянно меняющийся набор вещей то есть вещи меняются не все время но какие-то выбрасываются какие-то исключаются уходят куда-то там в подвал или в какие-то ящики какие-то возобновляются то есть здесь все время какой-то плавающий такой эквивалент находится вещей иногда из этой сумки какие-то вещи я беру и перекладываю предположим в свой маленький рюкзак иногда из этой сумки я беру вещи и перекладываю их в какие-то в свою вот эту вот для городского туризма сумку 511 которая является по совместительству медицинской сумкой тактической медицинской сумкой невероятно удобная вещь вот там категорическую сайт категорически советую всем и вся особенно ребятам у кого шея такая не хлипкая просто супер там должен быть обязательно запас силы шеи вот и конечно же большие рюкзаки там модели туризма они понятно есть там рюкзак бп сейчас проект все понятно в общем вот то есть но это это всегда то что есть машине я бы ее назвал такую как вот именно такой солянка даже не туристическая а такая знаете поездочно-пикниковая и я невероятно рад что она у меня есть потому что несмотря на все мои понты как бы я там не был заряжен какими-то ножами рюкзаками патчами там еще чем-то паучами и патчами тоже то есть как бы все это круто не смотрел у меня основная польза идет именно из моего гаража отсюда так ладно то есть вот к примеру крайне опять же рекомендую рюкзак который я приобрел свое время я уже ну довольно давно я делал обзор на него ванда и специалист пак от first tactical покупал я его в балтик фокси в таллине и я могу сказать что после довольно активного реально активного поюза то есть не так что он у меня лежит где-то на шкафу целый год я вытаскиваю там нет этот рюкзак я очень часто я его чаще чем большие юзы вот здесь все живо все никаких протертости вот буквально и вот тут после захода на гору сполоснул подушеком то есть все четко швы вся фурнитура все строчки все молнии все работает абсолютно единственное конечно к этому вот после ну скольки то лет я даже не помню сколько ему лет после скольки то лет поюза к этому рюкзаку единственная претензия это конечно first tactical реальные упыри то что они не сделали хотя бы кинуть пидорские сеточки по краям для бутылок самый вид простые как как вот здесь вот например но один как на найковских спортивных рюкзачках на пижонской каких-нибудь то есть я вот куда-то иду посерьезу вот с этим рюкзаком супер тактическим и так далее и рядом со мной идет тот же самый мой товарищ андерш у которого просто рюкзак норвежский bergans я чувствую себя ущербным просто от того что каждый раз когда мне нужно попить а погода сейчас располагает к тому чтобы пить много мне нужно залезать внутрь до 100 доставать оттуда баклаху а при этом он например берет из бокового своего кармашка то что у него такой рюкзак спортивно-туристическо такой ну просто не специальный не 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 задорого хотя bergans капец дорогая фирма вот и вспомнил сегодня все короче заходе в магазин ну как магазине по воскресеньям все закрыто в норвегии ясно понятно там магазин только исключительно напитки мороженка жарище и там стоит максимум пять человек лимит что больше пяти человек магазин заходить нельзя но мы вперлись в шестером потому что ну как бы там двумя семьями чё там дети женщины там 5 10 и привет валентин скотов и мне ну так этот товарищ на за стойкой сделал такие типа круглые глаза я говорю не беспокойтесь я говорю у нас это национальная традиция в латвии дети и женщины не считаются за людей поэтому можете считать что нас меньше 6 я продолжаю продолжаю рекламировать соседей вот так вот весь прикол в чем в том что павел вальдемарыч мне ответит как-нибудь наверняка грубо и матом но это будет звучать примерно так дорогой друг артур ты ни хера не понимаешь колбасных обрезках с рюкзак этот тактический здесь не предусмотрен изначально кармана для бутылки а если есть карман для бутылки то есть то ты значит можешь его вернее этот пауч купить для бутылки отдельно и присандалить его на малях здесь или здесь можешь два по литру купить у тебя будет два литра воды с собой постоянно на что я ему скажу павел вальдемарыч дорогой это полная херня на самом деле потому что реально вот это вот количество малей которые здесь есть но она и надо и не надо то есть я не прошу какой-то профессиональный карман ну бляха сеточку какую-нибудь я говорю такую гамарную сюда запихать в которую можно просто поставить бутылку воды здесь с этой стороны какую-нибудь накидочку сделать для бутылки воды нет очень классный рюкзак действительно прочные действительно здесь именно мне всего хватает то есть даже я когда я его нагружаю по-настоящему по серьезному то есть я уже думаю блин каждый раз думаю надо было брать большой чтобы нести вес на пояснице но ничего нормально силушка есть справляюсь то есть здесь в принципе вот застежки вот эти вот передние они есть мне этого хватает но ребята вот смотрите серьезного посмотрите когда у меня был обзор я не помню вот первые на краях появились катыши надеюсь что видно это первые катыши но при этом хочу ответить заранее своему товарищу павлу вальдемарычу все дело в жадности потому что отдельный этот подсумок для бутылки для литровой first tactical стоит 23 по моему ли 24 доллара на официальном сайте вот пожалуйста хочешь докупай а сам по себе рюкзак недорогой он стоит там больше 100 евро немного немного больше 100 евро то есть по большому счету довольно серьезная часть этой суммы будет уплачена еще и за дополнительный прошу прощения карман для воды единственный недостаток который я нахожу в этой вещи которую я юзаю очень часто и жестко и бросаю везде и терхаю и true я вот сейчас смотрю реально true реально true прям вот ну все все красиво молодцы так переходим дальше обратно возвращаемся в мой гараж по-бырому распидаем значит что у нас здесь у нас сбоку флягу на фляга варгу поработал ношу ее исключительно потому что она последнее время ношу и она металлическая то есть у меня бывает так что даже варианты есть и пластиковую сломать ну как бы мне нравится такой полу термос я ее не воспринимаю как термос горячую воду тепло поработал держит откровенно хреново то есть ну пять шесть часов чай нормально заварить 78 дальше то есть если утром залили к вечеру водичка уже теплая не горячая то есть в этом плане конечно здесь ее как термос воспринимать нет холод держит лучше но весь прикол в том что ты когда я именно заливал не кипяток основное тепло выходит через крышку крышка нагревается в общем и целом она мне нравится я сейчас ее таскаю везде и всегда потому что ну потому что вот как то так так дальше дальше у нас боковом кармане в одном моро из нержавейки в более-менее нормальном состоянии в другом значит у меня здесь комплект для рыбной ловли буквально там на палку как говорится поставить леску для младшего научного сотрудника сам я по-прежнему не научился он несмотря на то что ему пять лет у него же три удочки и что-то как-то он все-таки пытается я конечно особо сильно не помогаем в этом что ни хрена не умею но как говорится пускай почему нет так of кстати говоря вот этот of он неплохой достаточно он он такой неплохой мне мне нравится вот of а у меня много а сразу скажу здесь не будет никаких ребят лекарств потому что аптечка конечно же это у меня две аптечки это совершенно отдельный разговор так и здесь у нас мора в углеродке вот видите каком состоянии клинок не стыдно показать то есть это нож прям который вот он меня просто буквально там я не знаю чуть ли не говно ковырять то есть вот действительно продукты я нарезаю тем если если не тем который внутри так открываем видите какой бардак я по и по я по большому счету почему вообще видео затеял именно потому что я хочу навести просто здесь порядок поэтому сейчас по-бырому пробежимся так достаем это у меня лежит не в машине именно в этой сумке совсем недавно говорил пока что любимый мой топорик просто тащусь складная пила самурай то же самое как говорится на взяги из лучей а на хрена вам столько оружия на взяги звучит так маленький карманчик маленьком карманчике достаем здесь у нас капсула от киндера с со специальными тампонами для розжига для чего это мне нужно не знаю на всякий случай пускай будет где-то в машине вот такая вещь от сух пайка сухое горючее я здесь нагревал воду кстати говоря в варговской кружки с помощью таблеток избит оплевался мало того что все на хрен начали погасло а потом прогорела так что кружка была еле теплая ну вот как то так как говорится опыт есть опыт спички не затухайки здесь же опять же горючее почему его все так и всего так много aquabrys 2 таблеточка для очистки воды не потому что я готовлюсь там к чему-то глобальному вы сами знаете что для глобального у меня есть просто охренительнейший фильтр взятый в ламни который буквально вот фильтрует воду из озера как она есть до состояния магазины это просто было в этом в сухпайке а выбрасывать жалко у меня очень много сюда кстати вещей приходит из сухпайка вот например солдез салфетка дезинфицирующая просто жалко выбрасывать так отдельно спичек я не знаю здесь на на пять коробков этой сумке отдельно спички здесь в красном таком ли не гриппе ки я их могу там куда-то взять переложить и так далее два пакетика для биомусора кто бы там чего не говорил респект и уважуха всем кто мусор сортирует я это делаю с большим удовольствием так здесь опять же разжигай к не помню из какого комплекта я смотрю меня пора уже избавляться можно будет задарить кому-нибудь просто две деревянных ложки как бы они это не комплектные ничего просто они здесь как-то случайно оказались дальше перчи ну мало ли там какую-то грязную работу сделать то есть это помимо тех которые в машине есть вот они есть так здесь у нас два таких миди гриппика на всякий случай там что-нибудь положить чтоб не намокла не испачкалась эти зубочистки и довольно неплохой рулончик мусоров ну мусорных обычных пакетов то есть я все-таки опять же стараюсь вот максим на самом деле огромный респект и уважуха за то что как говорится правильное отношение тут совсем недавно показал так дальше идет посуда вайлду значит две тарелки обзор на вот этот вот комплект у меня был просто ну нарадоваться не могу рекомендую абсолютно всем как бы интересно просто если какие-то вещи вас интересуют просто забейте в во первых забейте на все ненужное во вторых забейте в поисковую строку канал архадыр просто слово вайлду через w шведская контора просто офигительно я вам могу сказать можно сколько угодно понты рисовать там титаном шметаном и так далее так далее удобнее этого нету не че вот ничего нет так две солдатских шведской кружки производства компании вайлду с учетом того что вот в том вот уже далеком от меня чемоданчике вот в этой вот коробочке значит там одна большая раскладная кружка одна маленькая раскладная кружка таким образом у нас потребности в кружках на семью два взрослых один ребенок полностью закрыта вот этим вот всем дальше несмотря на это варгу использую я ее использую больше для готовки кружку честно потому что на самом деле вот здесь у нас такой этот сковородочка на самом деле мне просто гораздо удобнее брать вайлдовскую большую я даже все-таки покажу крошку вайлду чем варговскую варговская легкая стоит просто дохерище понтовая чувствуешь себя просто офигенно подготовленным там альпинистом вот совсем недавно я себя чувствовал и так далее так далее 5 10 8 25 год ягодок набрать чайку попить и прочее вот вот за вот эту вот держалочку гораздо удобнее держать чем за вот эти вот титановые проволочки это говорю как есть то есть вайлду свои деньги чем буквально завтра я поеду в xxl магазин норвежский то что по швеции скорее всего я не успею за это ехать в швеции в чуть-чуть подешевле everything is alright завтра я поеду в xxl и скорее всего я себе еще один такой комплект прикуплю единственно что не буду брать с солонкой но там может быть или возьму не знаю на копейку там дешевле выйдет то есть компания вайлду для меня и моей семьи я прошу прощения кстати говоря здесь потихоньку смеркается сейчас выставлю давайте ребят на автоматически все-таки получилось даже больше чем получилось а он на автомате и стоял кстати врубится когда совсем будет темно так вот это просто проверено проверено тот же самый вальдемарыч тащится от этой посуды это действительно очень 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 удобно ребят так ну это красиво это так туристично очень альпинистично и так далее прям почувствовал действительно себя настоящим альпинистом мы тут залезли мечтали попасть в большие горы в очередной раз наша мечта не сбылась потому что именно тут все планы были сбиты приехали мы все по-другому отпуск меньше и прочее прочее плюс кстати говоря хотел сказать тем кто что роликов нету раньше я перед отпуском наснимал впрок а сейчас у меня вот ремонт был я вообще не как у меня но я сразу после ремонта поехал в отпуск так вот о чем я до о том что варгу это клёво это действительно прикольно но это именно такие вот понты чисто по удобству меня вайлда больше чем устраивает вот совершенно не бережем планету не знаю который год вожу вот этот пакетик как говорится мало ли пригодится вилки какие-то с собой значит здесь у нас пакетик с чаем и с конфетами обычно он гораздо пухлее то есть у нас несколько сортов чая здесь и конфеток просто сейчас из-за погоды все потаяло до такого состояния что вот мы буквально сейчас вот в гору за когда залезали а про гору забыл сказать что из-за того что не поехали в большие поехали в телемарк и в любом случае как говорится поставили зарубку первую младший научный сотрудник возрасте пяти лет залез на гаусто топинг 1883 метра на самом деле устал в какой-то момент даже там чуть ли не пахныкивать начал и так далее но я так именно несмотря на то что сам задолбался конечно по такой жаре и все такое плюс одно дело когда ты прыгаешь там с камня на камень как сайгак это одно дело мы с юлей первый раз на гаусто топинг залезали вообще по экстремальной тропе по черному маршруту вот а здесь ребенок выбрали туристическую тропу задолбался потому что там как-то раз 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 до приходилось там как-то друг друга поддерживать вытаскивать и ползти там наверх здесь более пологая но лучше бы я два раза по той черный прошу прошелся вот то есть в целом я очень очень доволен именно тем что был поставлен челлендж и товарищ мой сынуля залез в этом с ним попили чаю на вершине вернулись у подножия сделали пикник в общем все как полагается ну вот поэтому все это будет гораздо побольше после возвращения в таллинн так дождевик ну его назначение понять совершенно невнятная вещь которую я скорее всего если я не использую до конца этого лета и просто куда-нибудь для фоток отдам жене потому что в какой-то момент я не знаю почему меня накрыло я купил две таких дощечки для стейков реально по-настоящему покупал стрельки все было но не срослось просто их использовать это вот совершенно кучу места занимает сумки совершенно бесполезная вещь так дальше но это ясно понятно еще солдез значит варго титановый складной гриль прикольная вещица прикольная но тоже по большому счету если вы не профессиональный какой-то альпинист какой-то вот легкоход и прочее прочее то есть это если вы не являетесь именно профессионалом это больше такой фан почему потому что я например опять же берегу природу я стараюсь там где там где-то что-то выхожу опять же на той же самой горе но нету там деревьев чтобы их там ломать об колено и разжигать то есть я взял с собой какой-то уголек и на этом гриле там погрелил и прочее разница с одноразовым грилем по сути никакая но одноразовый гриль правда тяжелее здесь я взял немножко уголька скажем так и вот этот вот складной гриль если бы я брал тот который в коробке но он явно был бы явно был бы тяжелее больше всего я конечно в этот раз перс именно воды там просто и для собственно говоря то есть у меня основная часть груза вот именно вот жирально питьевого она прям со мной поднялась на вершину и спустилась обратно и где-то метров может быть но я не знаю даже в метрах и не скажу минут может быть за 20 за 30 до именно выхода к машине но вот остановились какой-то там живописный такой вот небольшой площадочке сделали вот так вот эту свою грильную party то есть по большому счету я попер весь это все это совершенно нелогично ну почему бы нет для меня это челлендж ну да тяжелый рюкзак ну так это же тяжелый рюкзак всегда лучше чем легкий правильно тоже дополнительная как бы ну проверочка причем я сейчас не рисуюсь не красуюсь у меня очень часто по тупому такое бывает шайтан машина как бы где 363 дня в году не нужно пару раз пригодится просто шикарный розжиг просто шикарный так дает так то же самое складная щепочница от варгу крайне редко пригодится но если нужно на самом деле она у меня пойдет в комплект bp еще одни спички газ примус газ джет бойл значит честно скажу джет бойл в этот раз первый раз понравился я не знаю по каким-то внутренним я не знаю сексуальным мотивам мне примус газ больше нравится я не знаю почему даже я всегда всегда вожу два баллона то есть как только у меня заканчивается один я сразу докупаю 2 почему потому что по сути газ это наше все можно как угодно чего угодно там рисоваться красоваться и прочее и прочее вы не представьте сколько раз меня подводили вот моменты с каким-нибудь неправильным углем там с какими-то еще и одно дело когда там в лесу ты можешь нам остырить костер и так далее так далее я сейчас говорю именно про то что когда ты на пикнике когда ты ездишь куда-то когда ты ездишь даже вот норвегии например совершенно актуально здесь потому что цены это просто конкретнейший вызов причем покупаешь какого-нибудь говна там ну заходишь там казалось бы вещи которые так не очень дешевые обычно там то есть берешь хороший энергетик там каких-то конфет на развес там пятое-десято туда-сюда отдаешь 25 евро заходишь за молоком хлебом и картошкой отдаешь 45 евро то есть просто вот какая-то по вот именно на обычные продукты это какая-то дичь бензином 98 меня заправлялся сейчас за евро 80 в эстонии сейчас очень сильно подорожал бензин то есть я даже разницу она есть но я ее так вот на на своей шкуре не чувствую так вот и с учетом того что мы даже в другие города когда ездим не всегда мы там можем зайти куда-то там в ресторан там и так далее так далее я совершенно спокойно достаю вот эти вот вещи обзоры на все это у меня есть никакие они там не какие-то не элитарные никакая там не супер дупер с гербеста комплект обычной посуды просто шикарно я уже не знаю сколько раз я на нем готовил моется все моется все в посудомойке видите уже цвет первоначальный утрачен здесь кастрюльки сковородка причем сковородка рабочие жарен они картошку жарен они колбаски до отвалит отсюда жарю на ней что я только на ней не жарю действительно офигительная вещь то есть ребят газ наше все сейчас моя следующая покупка будет я буду покупать себе газовую горелку для транги потому что на хрен мне вперлись все эти спиртовки сухое горючее и прочее прочее для бп может быть для нормальной жизни газ это быстро эффективно чисто легко просто супер просто супер сколько раз я пользовался вот этим комплектом я даже вам не знаю очень много очень много раз это турбо кружка с гербеста видите с такой вот на все на это есть у меня обзор и газовая горелочка я не знаю здесь написано какой-то грс по сути это ноу-нейм работает она пьезоэлемент в ней накрылся практически сразу работает она как часы то есть но и тьфу 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 не хочу ничего сказать раскладывается она складывается вот именно в эту же самую здесь у меня переходники они мне никогда не нужны я их просто вот как бы они у меня есть потому что и вот складывается она вот этим вот образом с этой же вместе самой кружкой турбо кружкой в считанные там какие-то даже я не знаю ну именно в считанные в считанные минуты закипает в ней вода короче газ рулит безусловно здесь даже нефиг что-то сравнивать и прочее это уже можно ради фана так как ты турист милитарист готовить на том готовить на сём опять же романтика опять же с дымком какие-то угли какая-то вот уха там на котелке все это круто когда вам нужно нужна эффективность газ 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 и wild посуда просто супер все идет как еще одни спички мною лично вырезанная лопаточка для того чтобы именно на этой сковородке делать и очень прижился комплект присланный мне в подарок на новый год империи ножей клод дозор и по моему здесь мистер blade значит вот такая вилка тул просто просто офигительнейшая вещь реально офигительнейшая вещь вот этот как бы она действительно это вот я этим пользуюсь и довольно вот и что-то как-то вот особенно именно вот для пикниковой для пикниковой своей деятельности вот этот вот ножик он очень очень прям вот к столу пришелся юля им часто что-то нарезает я что-то часто нарезаю правда юля сразу скажу что юля все-таки предпочитает скелетники просто сейчас так оказалось на самом деле в этой в этой сумке всегда есть хотя бы один скелетник обычно это нет сейчас я просто выложу обычно это китиш и почему китиш потому что он как бы такой вот универсальный и я его именно вожу здесь кстати нет здесь и полтинник довольно долго пожил и порезал замечательно насекомый был то есть в этой сумке обязательно всегда есть хотя бы один хотя бы один скелетник от первого цеха именно для работы по продуктам для того чтобы нарезать и так далее так далее вот такая вот у меня получилась экскурсия в гараж прошу прощения если было не интересно просто решил я сейчас все это упакую покрасивее она у меня всегда действительно полная чуть ли не лопается ну вот так вот ребята вот так вот завтра поедем за кленом если сложится то потестирую там какой-нибудь нож на улице если не сложится ну значит как говорится когда-то что-то все равно увидите услышите на канале архадыр в любом случае в августе все снова вернется как говорится на старые рельсы будут обзоры будут тесты все будет ровно все спасибо за просмотр всего доброго отличного замечательного вам ребята лета я сейчас все это соберусь соберу и пойду искупаюсь-ка я в осло фьорде вчера позавчера 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 когда ловили макрель ходили увидели там дельфинов то есть дельфинов до этого как-то не видели вот первые дельфины уже появились в осло фьорде все всего доброго ребят пока и